2018 года, среда, значит, сегодня, как обычно, экономический вебинар про SkyWay. Да, тут большое количество поздравлений, конечно, да, друзья, вчера у меня был день рождения очередной. Большое спасибо всем, кто поздравил, всем, кто, что у меня огромное количество еще, всем ответил в Скайпе и в Фейсбуке, вот, конечно, огромное количество людей, с кем он сегодня в проекте общается, кто считал своим нужным делом поздравить, еще раз всем большое спасибо, очень, скажем так, приятное отношение. Сегодня день рождения у Виктора, поэтому тоже, кто еще не поздравлял, может, в общественной группе, кто у него в личной и в Скайпе, и в Фейсбуке, пишите, поздравляйте, это тоже еще один такой наш очень верный, я считаю, один из ключевых джедаях сегодня SkyWay, вот, он сегодня тот редкий случай, когда в Минске, вот, Антон Дуарович как раз с Павлом в третий раз, вот, в последний месяц, в последние два месяца были опять на очень важные переговоры Арабские Эмираты. Вот, поэтому, давайте начну с одной очень для меня важным таким моментом, я прилетел позавчера, как раз вечером ночью уже с презентацией, мы делали очень такого интересного круга людей на Пальме до Майорка, вот, и, соответственно, ночью только вернулся, и утром меня дети поздравляли с днем рождения, и просто вот могу сказать, что вот средний сын у меня вот такую корону мне сделал, SkyWay, ну, просто, друзья, камеру тут не знаю, как это, я вам покажу, что здесь написано, вот здесь вот в камере, строй SkyWay, спасай планету, SkyWay прудит, это 8 лет, и я могу сказать, что мне это очень приятно, очень, так сказать, важно о том, что дети понимают и очень интересуются, чем мы занимаемся, как занимаемся, мечтают уже прокатиться, ждут эко-феста, чтобы прокатиться на Юнибайке, там поговорить с Юником, им очень нравится, что в Юнибайке в каждом будет жить Юник, вот, поэтому, это вот, друзья, усмелит, смешка, вот, у меня еще дочка сделала, вот, такое, уже на 3D принтере, видите, написано, на моем днем папе, вот, и тоже днем рождения, SkyWay, строй SkyWay, спасай планету, но еще, друзья, очень характерно, вот она для откодельницы, скажу, одну очень, такую поделку, очень интересную, третью, то есть, это опоры, это Юнибус, Юнибайк, сделанный, это напечатано уже на 3D принтере, то есть, она специально делает, там, программу, и вот она, такой, общий получается, вот, такой красивый подарок, вот, и с сделанным Юнибайком, вот, то есть, я могу сказать, что подрастающее поколение, видите, так сказать, они это визуализируют, они уже абсолютно в этом живут, им абсолютно очень многие вещи понятны, вот, и еще очень характерный такой пример, что, ну, пошла в новую школу, сейчас очень такой, здесь с большим конкурсом, с большим отбором под Москвой, и там очень много высокопоставленных чиновников и бизнесменов, и когда спрашивают у дочки, чем занимается папа, она очень с таким, может, с гордостью таки отвечает, что мой папа строит Skyway, и мы все через некоторое время будем ездить в своих Юнибайках. Это, например, тоже такая интересная, особенно для меня, такого человека, который давно в проекте Skyway идет, то есть, это, конечно, вдвойне и втройне приятно, что дети своими руками сделали вот такие подарки, вот, это, конечно, еще один боец там клеил, вот, но это я показывать пока не буду, на Skyway он еще пока не может написать, но, во всяком случае, рассказал мне в 6 утра, вчера первый поздравил стихотворение. Вот, поэтому, друзья, это такое очень эмоциональное, такое приятное начало, потому что, действительно, по таким событиям, по таким датам оно подходит в мире, события, которые происходят в мире. С учетом того, что я сегодня в последнее время очень редко бываю дома, очень редко у них детей, то это, конечно, очень и очень приятно. Тем более, что это подрастающее поколение, мы с ними очень много общаемся, они мне расскажут, скажи, как будет выглядеть Skyway, и как вы поможете себя чувствовать, и как будет все это. И интересно, конечно, когда рассказываешь, это вызывает самый такой интерес. Особенно интересная реакция, когда встречаемся родителями по школе, потому что они же все общаются, дети между собой, и они рассказывают о Skyway, о том, что мы делаем, о конвенчурном направлении. И у меня там интересно, родители, которые занимаются крупным бизнесом, подходят и спрашивают, слушай, а что такое Skyway, там дети рассказывали, можешь там более подробно выделить время, там это рассказать. Это вот тоже такая интересная ситуация, интересно развивается. Но когда у меня там Фун показывал картинки и вот эти все юнибайки, юнибусы, и говорил, что когда кто-то ему начинает не верить, он начинает сразу нелиться, там вот как это, папа этим занимается, они уже построили, они уже показывали. Вот, то есть это вот такая непосредственная детская, реакция на то, что он делал. Ну вот, друзья, если коротко по последним поездкам, то есть в прошлый раз, как в Круте, я в вебинаре не участвовал, был в это время наряде презентаций, презентация у нас была в Бене для таких уже крупных инвесторов. Они постоянно следят за проектом и периодически, это уже не сказать, что это в таком плане конференции, а это больше уже такие расширенные рот-шоу презентации, именно связанные с развития проектов Skyway. Вот у нас такая встреча была в Вене, потом была в Греции в Соломниках, потом вот на Пальме до Майорки, вот в это воскресенье. Реакция, естественно, разная, то есть это мы сейчас продолжаем работать с крупным бизнесом, эти встречи организуют обычные наши активисты, наши партнеры, которые собирают, делают предварительные презентации, а я уже когда прилетаю, мы прорабатываем ряд вопросов, именно уже связанных с находом уже таких приличных крупных инвесторов. Сказать, что это стопроцентная работа, и эти инвесторы, которые сейчас прям косяком потянулись, друзья, мы услышали, наверное, от нас год назад, два года назад мы и велели переговоры, эта работа не останавливалась, ни на секунду, потому что информация разрастается, интерес идет, и на каждом уровне аргументации, до которого мы доходим, возникает определенный труд интересов у инвесторов. Очень интересно общаться с теми инвесторами, или, скажем, с теми потенциальными инвесторами, с кем были встречи банковы назад, год назад, особенно вот это сейчас на пальме было интересно, что люди следят за проектом давно, и очень много информации, либо в искаженном виде, либо недостоверно они получали, и, собственно, когда получают уже комплексную презентацию, естественно, взгляд совсем другой. Естественно, что очень большой интерес вызывает, это наше крипто направление, которое есть, поэтому, наверное, сейчас больше всего ростом, который как сопрягается, что такое вообще блокчейн в Skyway, зачем он нужен, но мы как раз сейчас все это будем тому, что мы готовим большой курс обучения, это касается и крупных инвесторов, и тех, кто в Skyway, и тех, кто в криптосообществе, и мы как раз все это начиная, наверное, с марта месяца, начнем доводить, рассказывает уже с точки зрения построения общей системы информационного пространства, или, как мы это назвали, пространства Sky Transnet Space. То есть все пространство, то, что будет... Так. Друзья пишут, что в перископе нету звука. Совсем пропал? Нету звука? Или это только у кого-то в отдельных? Напишите. А, нет, тут пишут, есть нормально, да? А в перископе, ну, в Мерополисе чуть погромче, да? Я тут устраивал компьютер, были у меня сборы, поэтому все могли сбиться все настройки. Так, сейчас нормально слышно? Вячеслав, как звук? Дайте обратную связь. Все отлично, да? Все хорошо. Перископ и в комнате пошел. Ну, нормально, друзья, значит, так подстроимся. Поэтому вся эта работа идет, как мы уже говорили, что все блокчейн направление вынесено в отдельное обучение, в отдельный такой курс и, соответственно, к подготовке запуска мы будем все это рассказывать. То есть, очень такой вопрос, когда будет это все запускаться, делаться. Друзья, здесь, конечно, сроки очень называть тяжело, потому что мы, когда в прошлом году не больше года запускались, у нас были ориентировочные сроки конец года, начало этого года, то есть декабрь, январь, потом мы несколько скорректировали, исходя из того, какая глубина и какая сложность работы сейчас делается. Но сейчас мы ориентируемся, что это где-то в конце весны мы будем готовы к тому, чтобы это направление так же, как один из векторов развития Skyway мы запустили. Соответственно, задают то, что сейчас по стимулированию по инвесторам, которые приходили в 16, в 15, в 16, в 17 году. Очень много разговоров запущено по информации все, что связано с контом 1 к 600. Здесь, друзья, могу сказать, ждите и смотрите информацию в личных кабинетах. Это все готовится, запускается и буквально к 1 марта будет очень много таких серьезных новостей именно с тем, чтобы и поощрять те, кто пришел раньше, то есть, соответственно, это когда-нибудь благодарности и, соответственно, те, кто новые входят, чтобы у них были интересные стимулы ходить. То есть, мы это все разрабатываем, делаем и прям в ближайшую неделю информацию увидите, естественно, что вся она направлена только на то, чтобы стимулировать людей принимать решения, чтобы стимулировать людей, те, кто уже в проекте участвовать в... Кстати, один еще из таких самых-самых распространенных вопросов, куда выгоднее инвестировать, друзья, мы уже и отвечали, и говорили, что токен или акция. Это, друзья, на сегодняшний момент вообще некорректный вопрос, а однозначно можно сказать, что, друзья, благодаря нас с вами, тем инвесторам, которые пришли в 2014, 2015, 2016 году, созданы технологии, она сегодня демонстрируется, продвигается, и естественно, что все эти люди будут иметь определенные, не сказать, льготы и преференции, то есть, естественно, что они будут иметь и дальше быть первыми и зарабатывать на том, как будет развиваться проект. Естественно, что мы это продумываем, предусматриваем и дадим такие возможности. И на сегодняшний момент мы как говорили, что инвестиции в Skyway это крайне рискованные, но очень перспективные и очень весные инвестиции. Так мы сегодня и продолжаем, и более того, исходя из того опыта и исходя из того результата, который мы сегодня достигли, мы говорим, что, друзья, другого пути, другого интересного проекта не было и, наверное, сегодня и не будет. И как раз та база, которая сегодня наработана, то, что демонстрационные образцы, демонстрационный полигон, который сегодня работает в Марьиной Горде, он позволяет уже вести переговоры в различных частях мира. То, что сегодня в Юницке уже вышли, она очень продвинутые переговоры действительно уже к созданию серьезнейших бизнесов в Индии, и в Миратах, и в, соответственно, в Индонезии, это результат того, что есть, что показывать. Мы с вами создали демонстрационную и доказательную базу, когда интеллектуальную собственность перевели уже в реализуемую высязаемую форму. Почему квадраты в этом? Так, ну, друзья, давайте, давайте так, я сейчас делаю свою часть, то, что по доведению информации, потом будет Алексей выступать, вы можете мне писать вопросы и в перископе и в чате, а я уже в завершающей части своей смогу ряд вопросов ответить. Вот, поэтому сегодня самое ожидаемое событие этого года, к которому мы подходим неминуемо, то есть мы, друзья, перестали сейчас в том плане ввести жесткий счетчик, который мы считали после прошлого ЭК-феста, вот, я говорил, что дата может быть скорректирована, и сейчас мы как раз уже подходя вплотную к планированию проведения ЭК-феста, сейчас можно сказать, что ориентировочно в первых числах мая будет определена точная дата проведения, когда будет проходить ЭК-фест. 7 июля это была, ну, скажем, точка отчета, предварительная дата, вот, но ее движение как раз связано с тем, что одновременно сейчас запланировано три очень крупных мероприятия такого мирового масштаба с участием в Скайвее, и естественно, что выбирается оптимальная дата для того, чтобы для тех, кто приедет на ЭК-фест, можно было показать максимальное количество образцов, максимальное количество экспонатов, которые есть, и тут еще связано с тем, что так как выставки будут в разных частях мира, то надо закладываться на серьезную именно корректировку по времени, тогда можно будет все это привести, продемонстрировать в Марьиной Горде. Поэтому числа будут несколько сдвигаться, скорее всего, либо на середину, конец июля, может быть, даже первые числа августа. Это, друзья, давайте информацию, как только все будет спланировано и все четкий расклад трубой, мы с вами тогда определимся, когда это будет. Единственное, можно сказать, что не позднее, чем за 90 дней, чтобы спокойно зарезервировать гостиницы, пить билеты, то есть за три месяца мы точно четко доведем информацию, когда это будет. А сейчас пусть это будет такое ожидаемое событие, и тем более, что сейчас уже верстается программа кофеста именно проведения и демонстрации технологических решений. И, друзья, я могу сказать, у вас ожидает столько сюрпризов, и действительно там будет продемонстрировано настолько принципиально новые технологические моменты, что о некоторых из них сегодня даже просто нельзя говорить. Поэтому, как всегда, вы уже привыкаете к тому, что у нас есть, помните, как по логике, у меня есть, что сказать, но я вам не скажу, то есть я знаю, но не могу сказать. Вот. Это, друзья, отчасти связано с тем, что сейчас уже формируется сейчас уже формируется ряд перископ у меня завис, друзья, секундочку. Я бы уже давно отказался от перископа, но просто у нас некоторые друзья смотрят просто в перископе то, что происходит, поэтому, когда из просьбы некоторых наших участников, я продолжаю пока делать, и потом это выходит в Facebook, что для тех, кто смотрит трансляции через Facebook. Поэтому тоже, друзья, так сказать, куда пропал Григорий Мирошниченко, перестал вести трансляцию. позже ответим. Так, ну вот, друзья, поэтому давайте из тех основных вопросов, которые сегодня и волнуют всех, и сегодня постоянно то, что обсуждается в чате, вот, помимо моего День рождения, я вчера там очень много интересного, что прочитал, почему-то не знаю, действительно, наверное, я создаю такое впечатление крайне нетерпимого критики о том, что я очень резко успею, поэтому я никогда за собой такого помечал, наоборот, с удовольствием читаю то, что пишут и то, что говорят, я во всех часто в чатах присутствую, вот, поэтому, если, друзья, у кого-то сложилось, или кто-то действительно думает, что, ну, прошу тогда меня извинить, в общем-то, никогда не старался категорично высказываться по тем или иным вопросам, наоборот, всегда думаешь, что искать компромисс для меня это всегда наиболее характерно, потому что я тут прочитал, что меня чуть ли там не таким крайне жестким выставили человеком, который не терпит никакого другого умения, кроме своего. каждый человек имеет право иметь мнение, вот, поэтому я с уважением отношусь, ну, и, как я уже говорю, что те, кто активно участвует в наших чатах, я и всегда отвечаю, и всегда участвую в дискуссиях, и всегда пытаюсь доводить нужную информацию, которую сегодня строить. Поэтому по дисконтам тут опять много задают вопросов, и мне пишут, друзья, по 1 к 600, здесь уже, как я сказал, что ждите информацию в личных кабинетах, она в ближайшее время появится, то есть с точки зрения стимулирования и как премию мы с вами уже разбирали, что такое дисконт, и почему большие инвестиции должны приходить под меньшие дисконты, а те, кто входил в 2014-2015 году внеся основной риск именно бенчурной составляющей, кто имели право и тогда пользоваться такого рода премиями в виде дисконта, и за ними будет сохраняться это сейчас. Я считаю это справедливо, потому что люди, которые взяли на себя такой наибольший риск и наибольшая ответственность в наиболее критических моментах развития проекта, они имеют право сегодня этим пользоваться. Естественно, что мы это все предусмотрим, мы это все будем дальше развивать, и помимо того, чтобы истинировать и вынесить информацию прихода новых инвесторов, соответственно, также, чтобы были преимущества или, скажем так, права, и не забывалось тот вклад людей, которые пришли, пускай даже на небольшие инвестиции, но очень ответственный для компании и для всего проекта. момент. И здесь как раз неприемлемы те разговоры, когда просят, что дайте сегодня тем, кто входит опять высокие дисконты, это, друзья, принципиально неправильно, потому что это будет сразу, ну, скажем так, если инвесторы входили месяц, полгода назад, сегодня неожиданно поднимается дисконт, то надо учитывать таких интересов, поэтому это несправедливо. А по мере того, как идет развитие демонстрации, по мере того, как идет все больше информации, уже бизнес-плана, то, конечно, отношение и подход к этому другое. Тут я тоже в свой адрес упрек вчера прочитал, что информации очень много не выдается с точки зрения того, что сейчас ведет Юнинский по арабским номерам, комментировали и говорили уже неоднократно, что бизнес-информация, которая сегодня идет, она крайне носит закрытый характер, потому что это уже построение бизнеса и построение конкретных компаний. И здесь для того, чтобы не сыграть на руку конкурентам, врагам, оппонентам, мы эту информацию даем очень ограниченно и только с согласованием с личным Юнинским, либо кого он делегирует. И наиболее важные аспекты озвучивает, конечно, только он сам. Поэтому здесь, друзья, мы просто можем в очередной раз сказать, что идут активные переговоры, что уже третий раз за небольшой промежуток времени уже визит именно руководство компаний и что мы ждем очень серьезных оттуда результатов. Какие, друзья, это прерогатива и эта логика озвучивает только самому Юницкому, мы здесь не будем даже не давать никаких моментов, чтобы это не было никак интерпретировано с точки зрения бреда проекта. Потому что, как вы уже видите, доброжелателей у нас больше, чем достаточно. Но, опять же, друзья, это все очень и очень естественное развитие, поэтому я даже уже начал скучать иногда по тем таким ярым троллям, которые писали такие пафосы. Помните про Sky Sauna, про Юни Джакузи, на которую можно в Париж. И здесь, друзья, конечно, уже начинает не хватать этих оригинальных высказываний. Тем более, что, помните, два вебинара назад, когда мы очень четко комментировали и так раскладывали уже по доступности информацию, которая связана с ОТС, то дальше, конечно, когда я сказал такую фразу, что на нашем перепайке со временем мы будем перемещаться не только со скоростью 150 км в час своим ходом или по принципу кенгуру на скорости 500 км в час, находясь модулем или как купе уже в скоростном глининбусе, но дальше и так же, как купе, можно будет перемещаться уже в пар-вакуумной трубе со скоростью 1250 км в час. Это то, что уже тоже проектируется и закладывается в возможности технологии. Ну и со временем придет время, когда будет развиваться уже ОТС, общепланетарная транспортная система или сеть седьмого поколения, которую мы сегодня так предварительно называем Юнет, то есть интернет, транснет, это же сеть следующего поколения, Юнет, соответственно, на нашем юнибайке мы еще сможем и путешествовать в космос. Поэтому, друзья, тоже эта информация для троллей, можете начинать, говорить, что собралась опять команда людей, которые собираются на каких-то там капсулах летать в космос. Но, друзья, здесь как раз уже несколько делая аналогию и мы абсолютно в плане не являемся уже первопроходцами с точки зрения информационной подачи этой темы. Тема фурвакуумной трубы Илона Маска, то есть ХАПРУ, раскладываются и проектируются уже давно, то есть продвигаются давно, заключаются контракты уже и с правительствами, и с компаниями. Соответственно, сегодня озвучивается уже технология вывода в космическое пространство, то есть это и базис уже. Илон Маск дает ряд технологий, еще сегодня ряд таких технологических, Алексей расскажет, он уже в Бангкоке познакомился с очень интересными бизнесменами, которые прорабатывают вопрос уже развития атмосферных транспорта. Это все, друзья, сейчас идет и развивается. И здесь мы только можем констатировать, что исходя от первоисточников, что Юницкий как инженер, как автор технологических концептов, которые мы сегодня развиваем, он еще в 89-м году продекларировал и систему электронных распределенных баз данных, которые могут являться расчетными финансами, то есть фактически электронными деньгами, и систему общепланетарной транспортной системы, которая может вывозить десятки миллионов тонн грузов на геостационарную орбиту, и потом линейный электродвигатель, который вакуумы может развивать и огромные скорости, и использоваться для перемещения уже по Земле, и как следствие, как развитие этой технологии, это уже появление именно струнных технологий, то, что является сегодня основой транспорта, основой той системы, которую мы с вами создаем. И нельзя это в разрыве от одного до другого. Это абсолютно увязанные вещи, и увязанные с точки зрения инженерного проектирования, то есть это все продукт одной инженерной школы, которую создал Юницкий. Это и все звенья развития, когда идет интернет, за интернетом строится транспортная информационная сеть Транснет, и только следующим становится возможным развитие уже сети Юнет, то есть то, что объединяет все возможные сегодня передачи и информации, и энергии, и грунтных пассажиров перевозки, и соответственно ставятся другие задачи с точки зрения экологии, то есть уже сделать сегодня нашу биосферу абсолютно чистой, для этого Транснет, то есть все, что связано со Скайвэем, он уберет двигатель внутреннего сгорания из перемещения по поверхности земли, то есть грузы и пассажиры будут перемещаться только на возглавляемых экологических источках энергии, чем собственно и является система Транснет, и соответственно дальше для того, чтобы уже вывести экологию в стопроцентную именно среду обитания для человека, надо всю промышленность, которая сегодня дает нам цивилизация, которая дает нам продукты, которыми мы пользуемся, надо именно отходы, которые вывести за пределы атмосферы. Это следующая цель, следующая задача, над которой уже сегодня и думает работает инженерная школа, которую сегодня воспаляет и как раз в рамках этой работы и в рамках этих задач мы сегодня реализуем ту программу, которую мы сегодня с вами делаем. Поэтому, друзья, перескоп восстановлен, да, перескоп идет, единственное, что я там не дам еще вопрос, когда будет общий телемост, которым будет участие Бобурин, но участие в головной компании Бобурина или других директоров это у нас оговаривается и в общем-то это мы смещаем больше уже в такие наши общие мероприятия. Ну и самое главное, друзья, давайте еще раз все-таки, что все общения и все такое самое ожидаемое событие у нас будет это ЭКФЕС 2018 где вы сможете и пообщаться и задать вопросы и получить ответы уже непосредственно лично от всех директоров, которых... Так, ваше мнение про выборы и как вы считаете какой из кандидатов может быть за Skyway? Ой, друзья, вот вы прям любите по политике так сказать как-то вы помните, что какое-то время назад мы пытались создать или там собрать наших сторонников какое-то общественное движение вот, но после этого пришли к выводу, что это все не целесообразно. У нас, друзья, политика и поход к политике только стой, Skyway спасает планету и мы объединяем мир. Поэтому, друзья, мы за всех кандидатов, которые поддержат Skyway. Кто сегодня их поддержит, пока я ни одного такого не слышу. Поэтому это нельзя, значит, сказать, что я сегодня не за одного кандидата. Я, может, сказать, наверное, за всех. Поэтому я их сильно не делю. с точки с точки зрения политики, друзья, я могу сказать, что то, что мы с вами делаем, Skyway, он и будет определять политику. И со временем мы будем поддерживать каких-то кандидатов, а все кандидаты придут поддержать Skyway, потому что это будет неизбежно. Так, Сергей Тонс пишет, где новости? Но, друзья, по мере того, что сегодня можно говорить и как делается, мы как раз с вами эти новости отчасти и обсуждаем. Поэтому я как раз был на Майорке, мне там любят задавать такие вопросы. Скажите, когда будет начато испытание скорости 500 км в час? Я говорю, знаете, друзья, меня этот вопрос тоже интересует не меньше, чем вас, тем более, что я партнер и акционер. Есть вопросы, друзья, которые зависят от нас, от общего сообщества, инвесторов, партнеров, и, соответственно, чем активнее мы работаем, чем больше приходят новых участников, чем больше получается инвестиций, тем больше работ исполняется. Сегодня мы находимся на определенном уровне выполняемых работ и больше этих работ выполнить сегодня невозможно. Также очень много задают вопросов по этапам, когда будет смена этапа, когда будет переход уже на 15-й или 16-й этап. Соответственно, друзья, это тоже все зависит от развития проекта и от того, как приходят инвесторы и инвестиции. Исходя из того, что мы работаем со всех других реалиях, чем те, которые представлялись в 2014 году, когда запускали проект, и когда была градация по этапам, и когда предполагалось объем трудных работ по месяцам, соответственно, друзья, сегодня можно сказать, что почти 5 лет, по 4 года полных поменялось очень многое. сделано намного больше, чем предполагалось изначально. Но акценты и корректировка, естественно, друзья, проходят, потому что жизнь вносит свои координаты, свои коррективы, и за это время возникла новая легкая транспортная система, это Unibike, Unibus, которые ходят по легкой гибкой системе, и Unitrack. Изначально не предполагалось, что эта система будет запускаться и будет строиться в первую очередь. Сегодня создано еще целое направление, которое делает еще более легкую систему, которая также сегодня востребована и делается с точки зрения построения бизнеса. Поэтому какие-то строят сроки, наоборот, сжимаются и делаются больше работы, а скоростная система, которую мы предполагали строить в конце следующего года, она несколько сдвинулась, потому что сегодня основные заказы и основной интерес идет, видимо, под другие проекты, которые востребованы. То есть возникло абсолютно новое направление, связанное с перевозкой контейнеров. Еще год назад не предполагали, что первые проекты будут именно с портами, с перевалкой, с конструкцией контейнеров. Именно транс, 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 у нас получается в Индии, в порты, в Арабских Эмиратах, сейчас в Италии проект, тоже так, на большой-большой стадии проработки. Мы с Алексеем ведем и продвигаем проект, связанный именно с туристической легкой трассой, это пока первый такой проект в Швейцарии, но уже есть еще ряд наборов. Поэтому, друзья, жизнь вносит свои коррективы и все, что сегодня делается, оно делается с наиболее оптимальной схемой, то есть с минимальными затратами, получить максимальный результат. Ну и, как вы понимаете, что мы полным ходом идем сейчас уже к оцифровке всей технологии Skyway, к тому, чтобы это делать, это тоже работа, которая требует большой-большой подготовки. И это тоже те перспективы, где мы видим сегодня очень серьезное развитие проекта Skyway, это все, что связано с токенизацией, с оцифровкой, с адресными проектами, которые будут уже выпускаться много. Это тоже все, друзья, сегодня в работе, то, что мы сегодня делаем. Ну, друзья, давайте тогда сейчас мне можно будет задавать более конкретные вопросы, писать и в чат, и в перископ, вот, а я передаю слово Алексею, вот, он сейчас делает небольшой акцент именно на той теме, что мы связаны с ионным маском и с хайперлупом, потому что это очень важный момент, который сегодня надо учитывать, делать. А я в конце буквально, как всегда, подведу итоги и отвечу на ряд вопросов, которые давайте можно будет сейчас сформулировать. Алексей. Благодарю. Благодарю, Сергей Анатольевич. Привет, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Надеюсь, что все. Ну, вот, не в первый раз, на самом деле, мы встречаемся с мнением, и, друзья, можем сказать, что те, кто считает, что мы не говорим никакие новости, либо не слышат эти новости, то можно просто либо не посещать вебинар, либо с таким инструментом, как боевой листок тезисов. Кстати, тоже у нас дискуссия была внутренняя, именно среди членов Совета правления Skyway Capital. поставьте плюсик, кому этот инструмент полезен. То есть, вот, тезисы с вебинаров, если кому-то не полезен, то поставьте минусик, либо больше, как можно больше минусов. Ну, друзья, я хотел бы остановиться на том, что сейчас мы вообще живем в эпоху, в эпоху, я бы сказал, хайпа, и, в том числе, технологического хайпа, в том числе, цифрового хайпа, и многие технологии, которые были ранее, то есть, это касается Hyperloop на самом деле. Что такое Hyperloop? Во-первых, мы все с вами знаем, отчасти хорошо, что вообще Анатолий Эдуардович с этого начинал и, цитирую, технология Skyway именно отпочковалась как решение для общепланетного транспортного средства и, соответственно, перемещение внутри вакуумной трубе в условиях 4-вакуума было заложено Анатолием Эдуардовичем еще многие-многие годы назад. То есть, это фактически уже более 40 лет назад. И после этого неизвестно, друзья, никто этого никогда, наверное, не узнает, но по визуализациям более-менее понятно, что на самом деле это откуда-то идет, из каких-то картинок, из каких-то соображений появился проект Е3, ЕТ3. И у него был такой, я могу сказать, даже по логотипу, потому что сейчас мы в платформе именно к дизайну, к подаче интерфейсов очень серьезно относимся. Все-таки это планируется сделать на мировом уровне. Ну, логотип, согласитесь, не очень. Брендинг тоже не очень. Компьютерная графика для того времени, ну, то есть это чисто технарский проект, чисто инженерный, гиковский проект, без инженерной, без маркетинговой какой-то оболочки, упаковки, подоплеки. Это очень важно при продвижении продукта, и слава богу, друзья, что у нас с этим все отлично. Слава богу, что помимо визуализации, помимо картинок, у нас все-таки готовы уже тестовые участки, более того, они просертифицированы. Проект E3, E-T3, даже вот я произнести его нормально не могу, то есть мне E-T3 хочется. Вот E-T3 было бы, наверное, более с точки зрения брендинга, подачи именно бренда, упаковки, правильно назвать. Ну, назвали E-T3, то есть даже произнести сложно. Позиционировался он как Space Travel on Earth, это именно космические скорости перемещения до шести с половиной тысяч, даже позиционировала скорость, но так проект и остался на той стадии. Были подписаны, да, какие-то меморандумы, какие-то предварительные соглашения, вы можете посмотреть просто по тегу E-T3 в гугле, найдете массу статей, позиционировалось, что с Нью-Йорка, в Лос-Анджелес за 45 минут, с Вашингтона, в Пекин за 2 часа, и потом мы все с вами прекрасно видели, что появилось. То есть Пэта появилась непосредственно логика, которую привнес в массы, ну, наверное, действительно профессиональный маркетолог и профессиональный упаковщик Пэта, что касается Hyperloop. Может даже визуализацию Hyperloop не ставить, по вот этой картинке даже первичные, так скажем, скетчи Hyperloop я отлично помню. И сейчас, как вы понимаете, Маск занимается совершенно другими вещами, то космическим освоением ближнего космоса и будет, к сожалению, нашему общему действительно истощать озоновый слой и дальше мы помним, что более 50 запусков в год это действительно как бы пагубно влияет на озоновый слой и могут повлиять на изменение климата еще быстрее. Он занимается рычем тоннелей, позиционирует, как в прошлом вебинаре я это говорил, именно для сокращения логистики, максимальное сокращение логистики, максимальное достижение оптимизации перемещения грузов до 100 килограмм это SkyService. Это решение, которое Анатолий Эдуардович уже знает, как реализовать. И этот концепт уже, можно сказать, проработан. И, соответственно, сейчас уже говорит о том, что он запускает спутники. Это благо, что нет атаки на самом деле среди экологов, зеленых и так далее. Ну, потому что экологов, зеленых на политических уровнях мало кто поддерживает и атаковать им очень сложно. Но сейчас позиционируется, что Илон Маск запускает ракеты. Это не для того, чтобы только лететь на Марс, хотя он говорил, что готов умереть в полете на Марс и в один конец улететь. Но, друзья, сейчас это покрытие Земли 2020 какому-то году всей территории земного шара интернетом. То есть концепций и упаковок действительно много. они замечательно проработаны, они действительно продают, они действительно привлекают инвестиции. Но давайте вспомним вообще о том периоде, когда Ричард Брэнсон действительно как на распродаже дешевых компаний приобрел компанию Hyperloop One и представил именно приставку Virgin. Это когда были соответственно проблемы с такими я не побоюсь этого слова вообще историями, домыслами сексуального характера, то есть непосредственно сексуальные домогательства были обнародованы непосредственно угрозы одному из топ-менеджеров. Потом выяснилось, что и топ-менеджеры суммы это российская большая компания инвестировала определенную сумму и вообще 500 миллионов было в буханах Hyperloop и возникли финансовые проблемы друзья, внимание, возникли финансовые проблемы и инвестиция примерно в 50-60 миллионов позволила Hyperloop One действительно эти проблемы пережить благодаря Ричарду Брэнсону я действительно уважаю и пооцениваю этого человека как тоже замечательного маркетолога упаковщика управляющего своими компаниями и человека который может упаковать и создать новую компанию из полумертвой компании и сейчас уже заключаются предварительные соглашения то есть это соглашение о намерениях а мы с вами все понимаем что такое соглашение о намерениях а не реальный контракт то есть если у нас посчитать сколько соглашений о намерениях то просто я думаю что у наших коллег по инновационному транспорту уши в трубочку могут загнуться потому что их много но нас сейчас интересуют только конкретные контракты друзья и они более того у нас есть в чем же интерес технологии Skyway если говорить не про гипер скоростное перемещение но есть логика как прийти к этому друзья интерес огромный с точки зрения развития на территории Индонезии это островное государство и еще Михаил Хазин и Сергей Анатольевич как ведущие действительно макроэкономисты Российской Федерации ближнего зарубежья говорили что действительно сложно жить и существовать тем государством которые удалены от прибрежной зоны и соответственно они действительно изолированы от мировой экономики потому что находятся в сердце континента это касается Киргизии и так далее Skyway решает эту проблему то есть она как технология действительно стирает границы и Индонезия в данном случае мы все с вами понимаем то есть это десятки тысяч островов это тысячи десятки тысяч портов морских и соответственно нужна технология которая позволит максимально эффективно перевозить контейнеры и более того мы не говорим что мы здесь под ним друзья потому что есть технологии которые позиционируются как контейнеровозы это достаточно много технологий я вам приведу ссылки просто на английский материал а потом посмотрите кстати картинка почему-то не грузится контейнеров завозы что да вот загрузилась то есть такие решения существуют но какие проблемы существуют друзья это то что используется традиционная монорельсовая балка то есть по сравнению с существующей путевой структурой действительно как бы вот друзья маска это трендинг то есть он упакован как личность за ним следят на него молятся молодежь там и так далее да это классная упаковка вы не представляете насколько много людей будут следовать идее Анатолия Эдуардовича когда Анатолий Эдуардович выйдет информационное поле так же как это сделал маск просто поверьте мне на слово что даже чтобы запустить блог ну это нужны немалые затраты эти затраты они постоянные каждый месяц сейчас головная компания не имеет права выделять на это инвестиции и когда будут на то средства вы увидите действительно как бренд Юницкого уже как личности будет греметь по всему миру настанет это время но сейчас просто нет права у головной компании нести затраты на продвижение бренда как личности продвигается как продвигается и увидите что продвигается достаточно неплохо то есть фактически уже более миллиона людей так или иначе косвенно узнали Анатолия Эдуардовича Юницком и следя за социальными сетями то есть это тоже двигается вернемся к контейнерам друзья что решает вот конкурентные решения во первых требования это непосредственно 100 км в час либо около того скорость это чтобы была все-таки дешевая технология и все понимают что действительно контейнеры и грузовые перевозки нужно выносить на второй уровень то есть над землей все понимают что технология действительно становится инновационной все понимают что нужно соблюдать стандарты контейнеров которые сейчас имеются и на самом деле лучшим решением для этого является Skyway объясним почему на самом деле друзья Skyway является решением одновременно не как создание какого-то отдельного решения по путевой структуре по подвижному составу это действительно единое инфраструктурное решение это предоставление транспортной услуги в логике линейных смарт-городов умных городов это вообще девелоперский проект это уже уходит из логики инфраструктурного решения и что будут допустим конкурентные технологии делать когда предстоит задача перед ними сделать пролет или переправу через реку в пустыне в болоте в общем в труднодоступных местах естественно это будет супер удорожание естественно это будет в некоторых случаях невозможно а в других случаях нужно будет строить мост а у нас по сути технология путевая структура является аналогом вантового моста и вы все это помните друзья на самом деле у нас уже это решение изначально заложено и как позиционирует Панатолий Эдуардович до 5 а даже в некоторых случаях до 6 километров это возможно помним что это действительно инженерный прорыв и такого в мире не существует но если говорить про наших собратьев действительно вот таких вот динозавров в современной эпохе это фуры у которых на территории Российской Федерации отваливаются колеса то есть ТО вообще никто фактически активно так и как вот нужно следить действительно за здоровьем грузового автомобиля который перевозит товары на территории Российской Федерации понимаете как следят и что происходит на севере фуры просто скатываются но наш слоган что Skyway действительно уберет фуры с дорог тех стран которые испытывают определенные неудобства дискомфорт когда огромное количество этих динозавров перемещается ну и чисто бытовая проблема друзья я думаю всем неприятно когда нужно ехать по трассе впереди вас по этой же трассе едет десяток фур и вы едете с той же скоростью и это опасно если фура поедет 100-120 километров в час это недопустимо фура позиционируется как решение именно последней мили то есть это передача товара на оптовые склады на именно вот такие узлы современной логистики и для доставки в магазины в торговые центры и так далее то есть сейчас нужно для нашей бытовой сферы жизни ну простой пример друзья вот буквально на выходных я редко стараюсь в такие как бы большие магазины ходить закупаться продуктами ну раз в 4 месяца но это у меня отнимает целый день и я бы отдал многое за то решение которое позволило бы перемещать продукты прямо ко мне в дом не на стол может быть но в дом либо хотя бы до определенной станции где я мог просто приехать их забрать потому что я их уже купил это опять же в логике решения Sky Service которое Анатолий Эдуардович уже продумал и это решение существует то есть мы здесь действительно убиваем абсолютно двух зайцев друзья это то что действительно делаем современное решение контейнерных перевозок по всем существующим стандартам будь то это коммуникации между островами будь то это коммуникации между переправами рек в горах в джунглях где угодно это очень интересно Индонезии и сейчас не какие-то меморандуми о соглашениях прорабатываются друзья прорабатываются конкретные проекты и конкретные контракты сейчас силы разделились то есть Виктор Бабурин и Мадина наши бравые действительно Sky Jedi развивают территорию Азии присоединился такой замечательный человек и профессионал специалист своего дела который долго наблюдал за технологией и потом так скажем пути сошлись это Павел в первый раз можно было его случайно увидеть на территории на выставочном комплексе когда в Индии была первая выставка и сейчас прорабатываются конкретно все вот эти вопросы с арабскими странами и даже территория Индии друзья сейчас если мы говорили что да Индия обгоняет всех сейчас Индонезия и Арабские Эмираты в приоритете в наибольшем потому что там конкретные договоренности с чиновниками и там конкретные договоренности с бизнесменами и по конкретным проектам то есть без каких-либо мифических уже соглашениях сотрудничестве и так далее и все-таки Арабские Эмираты это та территория где чинов шейхи то есть высшая власть она не то что выстраивает свою программу что избрали и до следующего срока переизбрания может выполним а может не выполним программу они до конца своего срока до конца может быть даже своей жизни эту программу прописывают и выполняют то есть они максимально заинтересованы действительно в инновационном эффективном решении то есть действительно как бы мы можем сказать что сейчас два вектора грузовое направление это и арабские страны и Азия если говорить про интерес к высокоскоростному направлению это арабские страны и надеемся что Европа все-таки проснется после того как сертификация будет должная после того как инотранс в конце концов снова прогремит на весь мир уже не просто как Unibike и Unibus выставили а уже как достаточно серьезное решение я надеюсь и я не могу точно говорить потому что это мое личное мнение но надеюсь что высокоскоростной транспорт будет продемонстрирован на инотранс но что-то мне подсказывает много там будет интересного продемонстрировано и что-то подсказывает также что на экофесте даже мы увидим те решения которые до конца самого наверное будут оставаться в тайне но если говорить снова про Hyperloop друзья то Hyperloop строится как раз таки традиционными средствами строительства то есть эпохи динозавров если можно так сравнить инновационная технология реализуется традиционными средствами строительства зао струнные технологии в этом плане двигаются а в самых эволюционных и действительно прорывных методах проектирования перехода на индустрию 4.0 использование в строительстве самых современных также средств о них мы упоминали именно как такое вот визионерство предположение и что-то может будет реализовано не знаем но на экофесте действительно будет очень интересно друзья и я лично естественно поеду естественно буду агитировать массу новичков попасть скорее всего все смогут но будут предоставлены решения что увидеть это событие замечательное действительно крутое событие всего мира увидеть этот хайп и подхватить этот хайп и понести в массы более серьезным это делает маск сможет каждый через удаленное так скажем присутствие на экофесте и друзья вот таким образом мы действительно понимаем какая работа сейчас проделывается то есть напоминаю контейнеры это дорогостоящее решение до 700 километров строительства пути если чуть больше 700 более-менее нормально по цене но опять же друзья решение то что нужно строить дополнительную инфраструктуру мосты и так далее это уже заложено в технологию Skyway если говорить про Австралию то там работа также идет полным ходом абсолютно друзья и ну эти новости наверное наши коллеги по цеху по привлечению инвестиций по краудфандингу Skyway Invest Group расскажут более точнее потому что все-таки их делегация присутствовала на встрече с родом я не знаю что там произошло но чувствую что произошло что-то интересное возможно даже что-то такое что позволит инвестировать на территорию Австралии но это опять же мое предположение друзья и действительно вот эти новости вот эта проработка то что контейнерных перевозок не было друзья не было контейнерных перевозок вот этого концепта так как вот это нужно сейчас упаковать сделать создать продать и быстро реализовать адресные проекты за это ухватился Анатолий Эдуардович как визионер как человек глубоко анализирующих маркетинг и рынок наверное всего транспортного мира сейчас на территории земля это сейчас делается и создается несмотря на то что это было запланировано то что уже третий визит в Арабские Эмираты ну друзья наверное просто так Анатолий Эдуардович не стал бы ездить какие-то серьезные вещи там происходят и какие вещи это естественно озвучит головная компания ну и друзья естественно я хотел бы подытожить это тем что нас ожидает просто взрывные интересные новости уже непосредственно по программам новым по системам дисконтирования очень интересные новости будут то что мы подготовили для вас как члены правления согласования головной компании об этом вы услышите из официальных новостей но поверьте мне на слово они очень и очень сильно обрадуют ну а всем я хотел бы напомнить что нужно до 1 марта повторюсь еще раз по рассрочкам которые висят платежи нулевые регистрации посмотрите потому что это все будет чиститься это все-таки влияет и на расходы на поддержание технической инфраструктуры и висяки не хочется иметь хочется действительно иметь в сообществе и в личном кабинете тех людей которые ну хотя бы малейший интерес проявили хотя бы когда было 100 долей в подарок то есть это уже время не вернуть но люди пользуются тем шансом и даже таким образом они проявляли активность ну вот друзья я думаю что более чем обширное выступление я даже сейчас не буду говорить о том что российские железные дороги не конкретно железные дороги как РЖД а вообще железные дороги планируют оцифровываться и друзья поверьте мне но с опозданием на несколько лет мое мнение и это вряд ли приведет к оптимизации но приведет к опять же следованию в логике хайпа тренда это оцифровывание процессов и технологий на базе технологии блокчейн распределенного реестра которые сейчас весь мир подхватывает почти я не буду углубляться но друзья если не было новостей если было не интересно поставьте смело минус ну а я передаю слово Сергею Анатольевич Сергею Анатольевич вам слово спасибо Алексей к сожалению сейчас практически все выступление Алексея у меня не работал интернет вот точнее не то что эта комната выкинула и не мог подключиться у нас к сожалению проблемы с Мерополисом идут постоянно но сейчас начали тестировать друзья новые комнаты там вот Cytrix но пока скажем так не намного лучше технические проблемы они присущи присущи везде так не пишут кто будет готовы вопрос вот Алексей как всегда видите я очень радую то есть все выступления насколько глубоко Алексей берется за те вопросы которые решают и сейчас конечно основное там наше и внимание и основной силы уходят именно на все что связано сегодня с новыми методами уже оцифровки потому что на наш взгляд это крайне интересная и крайне необходимая вещь а то что связано сейчас именно с перспективами новых направлений которые сегодня запускаются и делаются это как уже не раз звучало это то что сегодня от нас требует развития проекта и естественно что как только возникают наиболее востребованы готовые уже и заказчики и проекты то естественно конструкторское бюро начинает работать именно в этом направлении наиболее активно 2008 год он 2018 он будет резко отличаться от всех что были в развитии проекта и здесь не только потому что скажем так что что-то не хотели показать или что-то шло не так по развитию проекта дело в том что приходит такая точка перелома которая начинает менять сознание людей исходя из просто времени что очень многие об этом слышали и вы наверное много сталкивались я сейчас постоянно вижу что люди которые скептически относились которые первый раз о проекте услышали год два три года они относились к этому по-разному роду причинам не совсем серьезно сегодня та работа проделана та демонстрация что ведется она доказывает и показывает что скайвейт всерьез и на долг что то что мы декларировали здесь как раз друзья наиболее такие показательные вещи я не раз приводил пример нашего наиболее активного и такого преданного я бы считал профессионального партнера из Эстонии это Владимир Павлов он на первой конференции в 14-м году когда выступал перед аудиторией первый раз в Таллине он три часа задал вопросы и настолько каверзно настолько он очень многие вещи пытался и понять и осознать исходя из того что вся доказательная база она строилась из тех проектов которые были в 2001-м году в озерах под Москвой на первом полигоне которые уничтожили и из тех соответственно инженерных разработок и анимаций и рисунков которые были но по прошествии какого-то времени буквально недавно мы общались с Владимиром он очень такой авторитет в возрасте очень профессиональный человек я говорю Владимир ну как сегодня отличается та доказательная база то что мы говорим от того что самое главное отличается то что вы сказали что вы это сделаете и вы это сделаете и это друзья как раз дает сейчас очень много основания запускать ряд проектов которые сегодня являются глубоко венчурными допустим высокоскоростная дорога это тоже один эксперт сейчас в Испании когда вы засортифицируете скоростную трассу я говорю вы как-то странно ставите вопрос что значит когда вы засортифицировали если мы еще не построили опытный участок и там не даны скорости есть только первая стакада километр которая позволяет именно отработать технологию строительства и связку и скоростной и низкоскоростной системы то есть как это но к ходовым испытаниям еще не приступали как раз очень важно привести слова министра транспорта Индии который за проектом следит с 15-го года и он говорит для нас очень важно было те сроки которые вы декларировали в подготовлении и что вы приблизительно эти сроки выдерживаете и то что вы декларируете это делаете друзья как раз сейчас уже именно залог того что мы знаем что мы сейчас подошли что уже является основой бизнеса то есть уже является сегодня основным переговоров и запуска компаний которые и по перевалке и транспортировке контейнеров и грузовые вещи по перевозке там 20-50 миллионов сыпучих грузов и легкая транспортная система именно выполняющая локальные задачи и внутригородские и все что связано с туризмом это друзья уже непосредственно конкретный бизнес который запускается естественно что дальше по развитию сегодня продемонстрировано далеко и далеко и все равно есть еще да вот есть какие ноу-хау раскрывать есть какие дальше бизнеса создавать но то что проект уже выходит на то что приходит заказчик есть интерес соответственно та задача которая ставилась перед краудфандингом не совсем правильно в терминологиях мы недавно так чистили и очень четко говорили что все-таки то что мы сейчас делаем это не совсем краудфандинг и даже не совсем краудфандинг то что мы говорили то есть это скорее можно назвать краудфинансинг то есть это новое отношение между партнерами между командой которая делает запускает ноу-хау между тем кто выстраивает инвестопроводящую систему и те кто участвует в этом процессе поэтому скорее такой новый термин мы пытаемся сейчас скажем так дать ему обоснование этот краудфинансинг но скорее он такой массовый заработает именно тогда когда он уже выйдет на современные цифровые технологии все что связано уже с блокчейном но это посмотрим несколько дальше это очень тоже такое интересное скажем направление которое мы сейчас на наших глазах развивается и мы активно в этом принимаем принимаем участие ждите инотранс инотранс тоже не сразу показали да тут правильно пишет что сейчас логика 18 года она будет абсолютно повторять логику 16 года когда привезли инотранс юнибайка юнигус продемонстрировали показали показали анимацию как в ноябре поставили уже на ходовые испытания и уже начались полноценные поступания испытания сначала юнибайка потом юнигуса точно по такой же логике сначала продемонстрирован скоростной модуль без ходовых испытаний и также конец этого года то есть после инотранса либо начала следующего года он будет уже вставать на ходовые спамят но здесь друзья ходовые испытания без длительной без длинной как минимум 25 километров трассы невозможно какие-то на небольших скоростях то есть начальные ходовые испытания конечно будут проводиться но именно то что ждает скоростной системы то есть скорости свыше 300 километров в час 300-400-500 это конечно возможно только уже на продолжительном участке и это будет именно тогда когда начнется его строительство очень много задают вопрос почему до сих пор не начато строительство друзья тут ответ однозначный что и так эстакада которая сегодня есть элемент скоростной трассы и все сегодня проектные работы все подготовительные работы они идут полным углом и изготовление подвижного состава точно так же а все что связано с строительством длительной длинной трассы то есть протяженной трассы это друзья уже увязка очень многих факторов которые зависят уже не только от нас не только от компании не только от Skyway но еще очень многих и многих факторов и здесь я думаю что всему есть объяснение всему есть причина и одна из немаловажных друзья вопросов это то что начиная с начала проекта с 14 года то есть насколько когда вы проэтапы которые сегодня ставят что закладывалось все-таки более высокое финансирование чем то которому мы живем и идем все вот эти 4 года но тем не менее друзья это абсолютно не было и не является поводом для того чтобы корректировать ключевым образом иным рандумом и этапы развития в рандуме с той или иной мере мы идем в том для себя который изначально был выработан и изначально которому идет развитие компании где-то может быть чуть-чуть отстает от тех прогнозов которые мы делали или тех графиков которые мы рисовали в 14 году но в некоторых моментах мы радикально создали новые радикально ушли вперед даже исходя из тех представлений которые были в 14 году поэтому в общем можно сказать что сегодня динамично развивающиеся именно для того чтобы капитализировать и реально представить те активы которые мы с вами сегодня переводим уже из инвестиционных активов которые обеспечены интеллектуальной собственностью в реально активы которые можно использовать как финансовый инструмент это друзья не быстрый период не быстрое время то есть мы все ждали с 17 года начало сертификации сейчас с 18 года это и запуска адресных проектов и начало свободного оборота уже обязательно все это друзья идет своим чередом и все это увидим все время то есть никаких радикальных корректировок плана не предусматривается я абсолютно уверен что их и не будет столько инвесторов идет только на росли или на свитие капитали тоже есть все друзья есть все так Петр как всегда у нас любит играть в большую политику то есть теорию больших заградов конечно доля правды Петр есть то что мы как бы делаем и то что вы пишете но на самом деле мир все-таки развивается по более стабильным таким инновационным законам и технологические уклады которые больше мне близки именно той инженерной школы и приверженцем которого который я являюсь это как раз постепенная развит технологии и вслед за интернетом придет транснет который мы сегодня формируем за транснетом приходит юное все это сопровождается именно своим технологическим развитием и как Ильинский всегда говорит и для меня это основное правило которое сегодня понятно что все в этом мире сделали инженеры ни финансисты ни политики а именно инженеры инженеры создают ту основу которая ложится в основу именно в основу экономики которая сегодня организма Мы в этом плане имеем очень серьезную инженерную школу, очень серьезные экономические обоснования и исходя из этого мы строим очень серьезную и корпорацию, и соответственно очень серьезные планы по развитию адресных проектов, именно исходя из возможностей, именно инженерных решений, которые мы с вами реализуем. Конечно, сказать, что это просто или кто-то ожидает быстрых решений, нет, друзья, мы с вами делаем очень непростое, я бы сказал, очень сложное дело, и до этапа, до которого мы дошли сегодня, и то, что на той платформе, в которой мы стоим, это тоже уже для кого-то являлось недостижимой или чудом того, что мы сделали, это уже для нас реализованный пройденный этап. Дальше это только запуск адресных проектов, это дальнейшее строительство уже скоростных и высокопроизводительных грузов, и это все, друзья, то, что стоит в планах, и то, что мы с вами реализуем. И самое главное, друзья, это то, что я могу сказать, это вот прям ощущаю после каждой встречи, уже вот особенно с такими крупными инвесторами были, как в этом скресенье, что доказатель ВАЗа сегодня работает очень убедительно. Сегодня есть, что показать, и когда презентацию начинаешь с демонстрации роликов, с испытаний, с демонстрации производства, потом уже непосредственно ближайшие планы, то, что проектируется и то, что сегодня изготавливают. Конечно, друзья, это действует очень убедительно, и это дает как раз для каждого из нас, кто внесет информацию, очень серьезные аргументы для того, чтобы нести дальше, работать, развивать, привлекать и, соответственно, дальше строить скайрейт. Поэтому, друзья, на этом я бы хотел сегодня закончить, поэтому, так, тут Федор пишет, Сергей, слишком много лучше отвечать на вопросы. Но если вы, Федор, будете задавать нормальные вопросы, то я на эти нормальные вопросы буду отвечать. Сразу могу сказать, первый вопрос, который мне задают, как дивиденды, что такое экотехнопарк, друзья, на этот вопрос ответили уже однозначно. Поэтому те, кто ждут от нас постоянных новостей с точки зрения, когда будет капитализация, когда можно будет продать акции, сколько я заработаю на свои инвестиции, когда, ну, друзья, на эти вопросы мы как раз и отвечаем за то, что вы называете очень много воды. Потому что однозначных ответов и очень простых ответов здесь, друзья, нет. Проект, которым мы занимаемся, это высокоинтеллектуальный, высокотехнологический, очень сложный и, соответственно, для кого-то это абсолютно непонятная вещь. И с точки зрения, опять же, я очень много на встречах сталкиваюсь, что сколько я заработаю и когда на тех инвестициях, которые я сейчас делаю. На этот ответ у меня сразу однозначно один, что, друзья, расширились адресом, вы пришли не туда. Если вы хотите быстро и гарантированно заработать, то сначала сходите в казино. Если вы не хотите в казино, то, пожалуйста, в интернете сегодня огромное количество предложений, по которым вы будете зарабатывать проценты каждый день. В SkyWay к такого рода проектам не относятся. Это реализация технологических решений, которые создавались десятками лет. И сегодня просто пришло время запуска этой технологии и мы этим занимаемся. Поэтому, друзья, давайте вот на этом мы друг с другом. Нормальные вопросы, это имеется в виду удобные вопросы, видимо. Но, опять же, я сейчас несколько реагирую на этот вопрос, потому что меня уже обвинили в чатах, что я очень не отвечаю или не люблю неудобные вопросы. Но, по-моему, друзья, как вы видите, я всегда стараюсь отвечать на все вопросы. Я не люблю только хамство. И не люблю, когда делают сознательные вещи, такие, как у нас были, допустим, с онлайнером. То есть, когда люди сознательно сделали провокацию и сознательно вводили в заблуждение всех своих. То есть, вот этого я не люблю. Поэтому, таких шавок-шавок я называю шавками, таких корреспондентов я называю проститутками. И это, друзья, так сказать, извините, вы меня можете обвинять. То есть, таких я не терплю. А там, где нужен диалог, там, где нужна аргументация своей позиции, я готов всегда выслушать встречную позицию, всегда готов аргументировать свою. Юницкий, как вы видите, всегда отвечает на все вопросы очень грамотно и взвешенно. Поэтому здесь уж у каждого останется свое, скажем, мнение. Ну, Олег, ну давайте, я просто не видел, что за вопросы. Я же извинился, что пока выступал Алексей, я, у меня не было, меня выбросило из комнаты, и я, поэтому, если хотите, давайте вот сейчас потратим три минуты, я посмотрю, какие у вас вопросы. И реферальное вознаграждение стоит только для первой линии 15 минут. Так, ну давайте, по реферальной программе это отдельная тема, это мы работаем, у нас есть постоянно совершенствуем и маркетинг-план, и, соответственно, работу с инвесторами. Вы видите, что эта система гибкая, она постоянно меняется, направлена она только на то, чтобы... Так, у меня тут спрашивают в Перископе, но я не могу, друзья, одновременно и в Перископе читать, и в эту самую. Так, так что, Олег, будут вопросы у нас от Анны, которые она выдавала, конструктивные, или уже оставим на следующий раз. В Перископе я вопросов так тоже пока и не увидел. Ну давайте, тогда я... Скайвей может спасти Россию, и нужно ли ей спасение? Ну, тут трудно сказать. Россию, как показала вся ее тысячелетия, когда будет подорожание? У нас тут вопрос спрашивается в Перископе, когда будет подорожание? У нас нет такого понятия, как подорожание, у нас есть снижение венчурной премии, снижение дисконта. Снижение дисконта идет, когда меняется этап. Когда будет смена этапа, тогда будет смена дисконта. Если вы спросите, а когда будет смена ближайшего этапа? Друзья, у нас есть сложившаяся практика, за три недели об этом объявляем. Единственное, могу сказать 100% точно, что в ближайшие три недели смена этапа не произойдет. Это точно. Умный дом будет ли готов к эко-фесту? Ну, как вы понимаете, умный дом – это все-таки, скажем так, прелогатива уже юнитского работы не в рамках сайвея, а в рамках его инженера. Поэтому я думаю, исходя из того, что я видел и я общался, я думаю, что умный дом к эко-фесту в какой-то стадии будет готов. Но опять же, друзья, это отдельная тема. Так, Олег ищет у нас вопросы. Так, тут задавали про Виктора Морозова, вот такой вот очень уважаемый, один из крупнейших инвесторов в проекте, поэтому большим уважением к нему относимся. Поэтому это все, что связано с Виктором Васильевичем Морозовым. Вот, сейчас никакой должности он не занимает в SkyWay именно в проекте, но является сторонником, старатником крупным инвестором. Так, Олег, тогда давайте, вопросов пока я сейчас увидеть не могу, вот, поэтому давайте тогда, можно ли белорусам инвестировать через фонд Капитал, когда будет обращение юнитского? Значит, ну, друзья, сейчас в данном случае Анатолий Дарьевич Юницкий находится в... Вот, я даже могу спутать, то есть, чтобы вы меня не сказали, или в Индонезии, или в Европских Эмиратах, ну, в общем, на переговорах с инвесторами. Значит, обращение, когда будут четко результаты, которые посчитают нужным, и надо будет довести до всех инвесторов, тогда, естественно, будет его, как бы, и обращение, и комментарий. Поэтому, когда это будет, друзья, я сказать сейчас не могу, я тоже с большой надеждой, и большой, то есть, во-первых, надеждой на то, что те результаты, которых переговоры есть, тут, вот, а часть результатов, я это знаю, могу сказать, что там очень серьезно, а какой-то часть результатов, мы их ждем, чтобы увидеть, как это будет. Поэтому, давайте, друзья, все вместе пожелаем удачи и серьезной работы в Арабских Эмиратах и в Азии. Вот, в целом, работы, и будем надеяться, что в ближайшее время будут к нам, ну, соответственно, информация, которую мы все с большим-большим нетерпением. Так, Анна, где будет строиться скоростная трасса? Но, как мы говорили, что идет и продолжается работа очень долго по отведению земли в Белоруссии, это работа, ну, скажем так, еще в процессе, но параллельно сегодня ведется работа еще в радио регионах, где может быть построена трасса. Это, как минимум, несколько участков, но где будет принято решение оптимальное, я думаю, что это может определить только автор проекта. И я думаю, что это тоже будет одной из информаций, которая, ну, в какое-то обозримое будущее у нас будет. То есть, то, что я непосредственно знаю, могу сказать, что испытание путевой структуры, которая уже находится, проектирование всех узлов и эгрегиатов, изготовление подвижного состава, этот процесс не прекращается ни на секунду. То есть, когда, говорят, когда начнется строительство, в этом плане работа идет, и она не прекращалась за последний год, ни на минуту. Непосредственно уже строительство 25-ти километрового участка, на котором будут разгонять модуль до 500 километров в час. Эта работа была проведена, когда построен первый километр, то есть, отработана сама технология, и ведутся испытания, они в данный момент путевой структуры. А вот когда он будет построен 25 километров, вот здесь, друзья, это уже стык очень многих вопросов, которые зависят не от меня, и не от Юницкого, и еще не от тех людей, которые находятся внутри проекта. Это уже более широкий вопрос, и эти согласования сейчас идут самым активным образом. На самом деле все просто, Сергей. Главное, вопросы социальных древних инвесторов не нужно оставлять без ответа. Олег абсолютно согласен, что самые древние, мы всегда говорили, что к этим инвесторам всегда самое большое уважение. Вот те, кто пришли в 2014, 2015 и середине 2016 года, и что постоянно благодарность за это компания подчеркивает, и продление дисконтов, которые брались, только когда мы проходили, и, соответственно, предоставление, как мы уже говорили, перспективных возможностей, которые будут открываться, также только для тех, кто входил на первой стадии. Поэтому, друзья, никаких вопросов, и никакой, скажем так, неблагодарности к тем, кто входил, друзья, нет. Наоборот, есть четкое понимание, что то, что мы сегодня достигли и сделали, именно благодаря тем людям, которые на самой рисковой стадии пошли, и, соответственно, благодарностям, друзья, всегда. закрыли возможность 1,600. Так, Василий, здесь этот вопрос открыт, и пока он ответа не имеет. Вы начали с ноября, декабря 13-го или с января 14-го, я вас спрашиваю. Значит, вообще работа началась в октябре 13-го года по кралутоинвестингу. Первый вебинар был, вот мы тут что-то заспорили, у меня в памяти сидит, что он был 1-го февраля 2014-го года. Вот, и я даже пытался его найти, но, мне там сбрасывали ссылки, но ссылки пока не открывались. Поэтому с февраля 2014-го года начались первые вебинары, которые мы вели с Юницким в Мерополисе. На первом вебинаре у нас было 23 человека. Это тоже очень, очень хорошо. Ну, все, друзья, давайте тогда уже так, а, Олег, ну, вот видите, так сказать, оказывается, все очень просто и не так все сложно. Будем, друзья, давайте, задавайте вопросы, пишите в личку, пишите здесь вопросы, пишите в чатах, то есть, для этого пространство, которое мы ведем, оно сегодня. Так, если вы на который входил в начале 16-го, а, да, друзья, тут задают вопрос, что если в 15-м или 16-м году входил на определенных условиях, потом выплатил, и могут ли еще эти условия потом продляться, ну, для тех, кто входил тогда. Значит, я сейчас не могу ответить, это прорабатывается сейчас вопрос, и как раз с 1-го марта в личном кабинете мы все, все возможности, которые будем предоставлять инвесторам, которые уже пошли в проект, мы обязательно, опять же, пока сегодня можно сказать однозначно, что если у вас есть рассрочки, то их можно продлить, это уже не обсуждается на тех условиях, которые входили, а если вы закончили рассрочку и хотите потом через некоторых взять еще, вот это как раз мы будем прорабатывать, думать, но естественно, что пожелания, которые у вас есть, если вы хотите еще на те же условиях участвовать в проекте, это будет обсуждаться, друзья, как пожелания, мы это обязательно, так, где пропал Кириченко, Петр спрашивает, Петр, не знаю, вчера меня с днем рождения поздравил, написал вот такой стих, лично присылал поздравления, как всегда весел, как всегда оригинален, как всегда остроумен, поэтому ничего не могу сказать, для меня он никуда не пропал, постоянно на связи. Так, белорусам можно инвестировать через капитал, значит, на данном этапе в сегодняшней системе, в которой есть, есть ограничения для белорусов, но эти вопросы все-всегда каким-то образом решаются, поэтому у нас много инвесторов сегодня из Белоруссии, которые на разных этапах входили, но как все это непосредственно устроено, работает, я сейчас вот так вот вам ответить и могу, потому что большого потока такого массового инвесторов в Белоруссии у нас пока нет. Так, куда пропал Мирошниченко Григорий. Значит, никуда Григорий Михайлович Мирошниченко не пропал, он как является лидером Skyway Capital, так и является, он работает. Единственное, что мы несколько развели сейчас информационное поле, связанное с Skyway Capital и с Григорием и с Григорием Михайловичем. Он ведет свои вебинары, у него огромное количество его и поклонников, и партнеров, которые за ним идут, и которых он представляет. Другое дело, что это не идет сейчас под официальной шапкой Skyway Capital, потому что информацию, которую дает Григорий Михайлович, она непосредственно его как лидера Skyway, и мы ни в коем случае не можем его обменичивать это то, что он считает нужным, но разделить именно с точки зрения, чтобы, мы же тоже, друзья, от нас начинают, когда говорят официальные, неофициальные новости, друзья, я могу сказать, все, что касается Skyway Capital, именно фонда Skyway Capital, мы с Алексеем, как являясь директорами этого фонда, это абсолютно официальная информация, это официальная информация совета директоров, все, что касается РСВ, то есть главной компании, мы всегда говорим, информация, которую получает, мы ее можем комментировать, мы ее можем расширять с точки зрения своих представлений, но мы не являемся официальными источниками информации, мы это, друзья, всегда разделяем и говорим, что официальную информацию вы можете получать только именно проекта Skyway и именно компания РСВ, только там, точно так же и здесь, что Григорий Михайлович, чтобы не ограничивать его в том, что он делает, он ведет свои вебинары, я абсолютно уверен, что они приносят большую пользу, что у них большой своя аудитория, Григорий Михайлович для Skyway делает очень много, то есть это, так же как Гюзель вместе с Виктором Тарасовым, то, что они говорят, это, друзья, тоже очень серьезная работа, которая придет в рамках всего развития проекта. Атон, про какие возможности отнесу сказки, правильно, что я подвину. Ну, Антон, я бы так сейчас не говорил, потому что очень многое из того, что он сказал, подтвердится, поэтому я бы не говорил сейчас однозначно про сказки или это тем более, когда он узнает новости. Просто другое дело, что сейчас мы это специально сделали, чтобы новости, которые дают, не воспринимались как официальные новости компании. Еще раз это повторяю. И он, как лидер, который, так же, как и мы, мы не даем официальных новостей РСВ. Еще раз я это повторяю. То, что касается Skyway Capital, да, друзья, тут можно говорить, что мы, как члены команды, которые это делают, это уже новости, которые идут совместно от Capital. Так, и на один в его случае в тех пакетах. Так, были юбилейные пакеты. Ну, давайте, друзья, все, что связано с такими вопросами, они все имеют ответ в личный кабинет. Если вы что-то не имеете в личном кабинете, обращайтесь к своему партнеру, к своим вопросам, на все вопросы были получены ответы, поэтому, если есть еще какие-то вопросы, можете задать, я отвечу. Если нет, то до скорых встреч на следующем вебинаре, на конференциях, на телемостах, потому что сейчас мы чаще делаем телемосты, чем ездим, допустим, в те точки земного шара, где нужно только 9 часов лететь. непозволительно проводить 9 часов для нас в самолете, так как за это время можно сделать намного больше, чем просто лететь. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мира Транснету. Счастливо!